всем привет сегодня разберем познакомимся с тремя элементарными сортировками вот так как рано или поздно это нужно делать вот знакомиться с различными алгоритмами в том числе и с алгоритмами сортировки соответственно начнем с самых простых то есть сегодня разберем три простых сортировки это классическая пузырьковая дальше сортировка вставками и сортировка выбором вот ну как бы пузырьку давайте начнем с пузырьковой сортировки я думаю все уже знают что это за сортировка вот и тут будет небольшая анимация и есть второй проектик в котором будут сравнения отсортированных там 50 50 тысяч элементов то есть три типа сортировки и одинаковые массивы и но сортирует и посмотрим время выполнения и также будут небольшие тесты будут небольшие короче тесты вот то есть первый тест это мы сортируем 50 тысяч элементов еще будут два теста это когда время сравнения больше чем время перемещения и наоборот когда время перемещения объекта больше чем время сравнения то есть это такое может быть если мы сортируем элементы которые не находятся в оперативной памяти либо же опять таки не могут находиться в оперативной памяти но это не просто целочисленные значения а какие-то большие объекты соответственно время сравнения одно то есть какого-то ключа а вот переместить поменять местами эти объекты это время может быть совсем другое вот потому что нужно либо его скопировать либо как-то быстро обменять вот ну обо всем давайте по порядку не так у нас есть вот сортировка пузырьком вот как бы достоинство этой сортировки заключается только в том что она самая простая и очень легко реализовать вот но в целом ее можно сравнивать с сортировкой выбором и сортировкой вставками вот как бы все эти три сортировки что мы сегодня рассмотрим являются висели там математическим или алгоритмическим языком то являются квадратичными по времени алгоритмами вот как в худшем случае так и и в там среднем случае то есть худший случай это когда все не отсортировано то есть средний когда там ну какой то есть на лучший случай тогда алгоритм отсортирован вот а средние это когда вот 50 можно сказать на 50 ну то есть массивы не упорядочены или не массивы или там другие контейнеры данных вот но в общем случае время выполнения алгоритма сортировки вот этих вот трех пропорционально количеству операций сравнения вот ну и понятное дело я отсюда вытекают что пропорционально количеству элементов то есть это понятное дело вот ну давайте пузырьковая пузырьковая сортировка у нас у нас у нас как по принципу пузырька до выталкивается самый большой элемент в данном случае сортируется по возрастанию и самый большой элемент выталкивается до тех пор пока не дойдет конца массива и дальше начинается у нас сортировка заново то есть у нас там два цикла и все идет то же самое то есть идет выталкивание самого большого элемента до тех пор пока он не станет там меньше следующее вот соответственно давайте еще раз запустим так еще раз запустим вот принцип или принцип то есть реализация сортировки это несложно и как мы видим то есть вот идет сравнение меняется местами 10 семеркой поменялись местами 10 шестеркой местами и по принципу пузырьков то есть самый легкий выталкивается вверх потом легче легче и легче легче вот поэтому так и назвали вот то есть это у меня один проект с анимацией а второй проект просто с сравнением так что касается реализации все реализовано на базе всех тех то есть во первых это си плюс плюс вы уже увидели вот и все реализовано на базе тех всех примитивов которые мы создавали ранее вот так же есть меню уже небольшая шапка то есть привод приложение для меню вот и и и как бы реализация этого всего смотреть не знаю можете не смотреть потому что здесь все заточено только для того чтобы про анимировать вот собственно говоря и сама вот сортировка вот наша наш пузырек она выглядит вот так то есть ее реализация то есть это просто обертки в этих обертках я просто сохраняю информацию что с чем менять для того чтобы это потом про анимировать вот то есть эти два проекта будут на гитхабе и сама сама реализация просто пузырьковой сортировки с чистом своем виде вот она она будет во втором проекте где сорт алк p1 cmp то есть compare то есть там сравнение и в начале перед функцией main вы найдете реализацию пузырьковой почему на си плюс плюсе но только для того чтобы еще дополнительно вы увидели использование шаблонов и вот здесь сортируется то есть мы можем сортировать абсолютно любой тип самое главное чтобы у него была вот эта операция то есть к нему применялась операция больше к элементам но это все можно описать свой оператор если это какая-то структура или еще чего-нибудь и все будет работать точно так же сортировка выбором и сортировка вставками вот так теперь давайте посмотрим на то есть пузырьковой сортировка я думаю все понятно и особо там говорить нечего сортировка выбором это тоже один из самых простых алгоритмов сортировки то есть работает он у нас следующим образом давайте запустим то есть находится самый минимальный элемент вот массива и меняется с элементом который стоит на самом первом месте в данном случае идет поиск самого минимального элемента то есть данном случае вот четверочка она запомнилась закрашивается зеленым дальше тройка меньше меньше запомнили двойка меньше меньше запомнили то есть результате мы сейчас найдем единичка это самый минимальный элемент и дальше он меняется местами с первым элементом далее начинается проход со второго элемента ищется самый минимальный и меняется местами и так далее вот то есть По факту, давайте еще раз повторим, сначала находится наименьший элемент массива, вот в этом случае там ищется самый-самый минимальный, то есть давайте, давайте, вот так вот сделаем, напишем вот здесь 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. То есть выполняется проход самого первого элемента и ищется самый-самый маленький, вот он, нашли единичку, значит, это первый проход, значит, поменяли единичку с девяткой местами. Далее, вот здесь уже смысл начинать проход этого массива с первого элемента уже нет, так как там уже минимальный элемент находится, значит, начинаем проход со второго элемента и опять ищем, ищем, ищем самый минимальный. Нашли, вот она, двоечка, значит, меняем эту двоечку с восьмерочкой. Вот, дальше начинаем с третьего элемента и опять ищем минимальный, и вот таким вот образом работает эта сортировка, и называется сортировка выбором. Так как ищется самый минимальный, он выбирается и меняется местами с тем элементом, по которому, как бы, этот минимальный элемент должен быть. Вот, вот так. Вот. Но, какой недостаток этой сортировки? Недостаток сортировки выбором заключается в том, что время ее выполнения почти не зависит от упорядоченности файлов. Вот. Если у нас будет элемент отсортированный, то время почти не зависит, то есть, все равно будет пробегаться по всему массиву. Искаться минимальный элемент и, 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 и так далее, и так далее. То есть, все равно будет много проходов. Вот. Поэтому, вот такой вот недостаток. Вот. Но у нее есть очень, очень хорошее преимущество. Когда стоимость перемещения данных, то есть, в данном случае, вот мы, там, меняем данные местами, да. Так вот, когда, ну, в данном случае еще, еще желательно, ладно, не будем делать. Вот. Преимущество. Когда элементы очень велики, а ключи маленькие. В данном случае ключом у нас является и сам элемент. Но это могут быть объекты. Это сложные типы данных могут быть. В котором, ну, к примеру, там информация о, 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 о автомобилях, да. Вот. И там ключом может выступать номер, автомобильный номер, то есть, целочисленный. В данном случае, сравнение этого целочисленного номера, не так, это быстрое сравнение, если он хранится целочисленным значением. Так вот. Но к этому ключу может быть еще в этой структуре куча данных. На кого зарегистрирована модель, там, и т.д. и т.п. Ну, куча каких-то данных. Соответственно, это ключ у нас маленький, сравнение происходит быстро. Но вот обмен местами, там, первого, там, с последним элементом и т.д. То есть, перемещение, оно может занимать немало времени. Так вот, в этом случае сортировка выбором довольно-таки быстро работает. Вот. То есть, сама сортировка довольно-таки простая. Тоже есть два цикла, и мы визуально это просмотрели, как она работает. Вот. И третий тип сортировки. После чего перейдем к сравнениям, да. Вот третий тип сортировки. У нас сортировка вставками. То есть, в самом простом варианте, в самом простом случае, здесь, здесь, здесь усовершенствованный алгоритм. Усовершенствованный он не мной. А, 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 это все я прочитал и взял вот эти решения в книге Роберта Седжвика «Алгоритмы на C++». То есть, возможно, это им усовершенствовано, а, возможно, кем-то другим. Не знаю. Об этом не написано. Так вот. Сортировка вставками. Находится. Самый минимальный элемент. Нашли. И вставляется в самый первый, ну, в самое начало массива. Вот, вставили. Как вы видите, происходит сдвиг всех остальных элементов. Вот, я вставляю и удаляю. То есть, ну, знаешь, нужно сдвинуть. Далее, опять ищем самый минимальный элемент. И вставляем. Уже на вторую позицию. И все сдвигаем. Вот, то есть, вот, вот так вот работает сортировка. Это в самом простом случае. В усовершенствованном же варианте. Так, где у нас тут? Происходит следующее. Происходит пробег по нашему массиву. И мы ищем самый минимальный элемент. В данном случае, судя по... Но это я советую самому сесть и, что называется, породой бажиться. Поставить точки останова. Передать сюда массив, там, размерностью 10. И вот, не спеша, пошагово разобрать, чтобы понять это. Но, но вкратце, мы, вот у нас есть первый цикл. И мы ищем самый минимальный элемент. В данном случае мы, вот, 9 больше 8. Нет. Ну, и так, идем, 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 идем. А, больше, больше. Вот, если больше, то там меняем местами. Вот так вот, 9. Ой, блин. 8, 9. Потом 9, там, 7. И, 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 и. И так далее. Вот. Вот, вот, вот пробежали. И, и у нас уже где-то есть наш, там, минимальный элемент, от которого мы будем отталкиваться. Ой, точнее, точнее, чуть-чуть я не прав был. У нас же цикл начинается с конца. Вот. Соответственно, ну да, я чуть-чуть и сам запутался. Так как, в первом цикле мы должны, ну, в усовершенствовом варианте найти минимальный элемент. И этот минимальный элемент, получается, сдвигается на самое первое место. То есть, в классическом варианте мы постоянно ищем, там, минимальный элемент и все сдвигаем. В этом же случае, на первом проходе, самый минимальный элемент найден. И он будет находиться на своем, вот, первом месте. То есть, мы, давайте посмотрим на анимацию. Так, сортировка вставками. И вот смотрим. Вот, единичка. То есть, по факту, сдвигается единичка в самое-самое начало. То есть, идет сравнение, что больше, что меньше. И понеслась. Вот. Далее, что происходит далее? Так, давайте дойдем. А дальше понеслась, как бы, вот такой происходит некий сдвиг. То есть, получается, все элементы нам нужно сдвинуть. Но на этом этапе мы еще сравниваем, когда мы сдвигаем. То есть, в чем улучшение? Мы еще не просто все элементы до конца массива сдвигаем. А мы сравниваем эти два элемента. Что, какой элемент больше какого. И если, и если, и если. Ну, вот, давайте, опять-таки, возьмем. Так, 9, 8, 7, 6. Пусть вот так вот будет. В данном случае, единичка уже на самом первом месте. То есть, этот цикл уже пройден. Дальше мы начинаем с элемента с индексом 2. Ну, в данном случае, вот, 0, 1, 2. Вот, и что происходит? Мы сравним вот этот элемент с этим. Они отличаются, а отличаются. Значит, сюда 9, сюда 8. Вот. Далее, судя по вот этому внутреннему циклу, что у нас происходит? Value у нас на этом этапе было равно 9. Так, так. Дальше. 8 больше 9? Нет, не больше. Хорошо. Или, или давайте даже, даже, не знаю. Ладно, я вам советую все-таки, чтобы сейчас не отнимать время, а, а, про, дебажиться самому. Вот. То есть, здесь у нас сразу, то есть, в чем суть улучшения, да? Еще раз скажу. Первое. Это у нас сразу находится минимальный элемент, и он смещается на самую первую позицию. Дальше. Во внутреннем, вот внутренний у нас уже цикл есть. И у нас не происходит обмена переменными, а вот у нас происходит присваивание. Присваивание происходит, что уже где-то может сэкономить времени. Дальше. То есть, выполняется одна операция присваивания. Дальше. У нас вот этот внутренний цикл прекращает свое выполнение, тогда, когда вставляемый элемент уже находится на требуемой позиции. Вот. Ну, это следует, следует разобрать самому, там на бумажечке, к примеру, и потом опять посмотреть анимацию. Ну, вот. Вот. В данном случае это понятно. Это мы сдвигаем. Давайте, давайте передадим... Если кто-то будет разбираться с этой программкой моей, то у меня есть application, так, у меня есть вот инициализация с пузырьковой выбором и вставкой. Вот. И вот здесь есть такая init. И в этом init не отсортированный массив, а отсортированный массив и custom, то есть выборочный. И давайте посмотрим, как себя этот алгоритм поведет вот для такого массива. Когда будет 8, или давайте 1, а тут 8. Вот. И запустим. То есть здесь существенное улучшение. Так, 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 неправильно. Это custom, значит, вот здесь, где мы инициализируем, надо выбрать, что... Custom. То, что выбран массив, как бы... Массив, массив неупорядоченный. И смотрим. Двойка сдвигается. Мы ищем двойка и 8. Ну, это очень быстро произошло. В данном случае, давайте еще раз. В данном случае, что произошло? Мы искали поиск самого минимального элемента с конца массива. В данном случае, двойка меньше тройки, да. Двойка меньше восьмерки, да. Точнее, тройка больше восьмерки. Это хорошо. А вот здесь нет. Двойка не больше восьмерки, значит, меняли местами. Вот так вот в восемь. И до начала дошли. Все. Самый минимальный элемент, вот он есть. Мы его сдвинули. То есть, вот здесь уже, в принципе, операции не надо, потому что... Потому что... Вот. Далее. Что происходило далее? Далее, судя по нашему вот этому вот алгоритму, мы начинали выполнение со второго вот этого индекса. И на этом этапе мы, в данном случае, наше йод было равно двоечке. Вот оно, двоечке. Дальше. Значение. Какое-то некое значение тоже было равно восьмерочке. И что происходило дальше? Двойка, вот это вот наше. То есть, в данном случае, йод минус один больше восьмерки или нет? Нет, не больше. Значит, цикл у нас, вот этот внутренний, завершился. Завершился. И array йод. В данном случае, йод у нас было равно двоечке. Присвоилось вот это value. То есть, здесь можно еще сравнить. Хотя тут не надо ничего сравнить. Вот. Следующая итерация цикла. Следующая итерация цикла. И равно тройке. В данном случае, 0, 1, 2, 3. Вот оно. Это значение. Троечке. Хорошо, йод равно 3. Value равно 3. Смотрим. Число, которое левее. Нашей троечки. Больше. Нашему value тройки или нет? Да, больше. Значит, что происходит? А array йод. А array йод. В данном случае, вот это. Равно этому нашему числу. Так. Так. Получается восьмерочка. А тут. А тут. А тут. А тут ничего не происходит. Тут тоже остается восьмерочка. И до тех пор, пока эта восьмерочка не встанет на свое место. То есть, она, грубо говоря, так вот будет сдвигаться. После того, как вот этот цикл закончился, у нас наше array йод, оно было троечки. Вот оно. 0, 1, 2, 3. Равно value. Value было троечки. А, йод же вот уменьшилось. Все верно. Все верно. У нас же на этой итерации уменьшается йод. Все верно. И стало у нас идет уже не третий индекс, а второй. Ну, короче, блин, троечка. Фу, блин. Это лучше сделать самому ручками. Записать вот этот массив. Передать какой-нибудь, вот-вот такой там. 1, 3, 2. 2, 3, 1. 1, 8, 100, и здесь там что-нибудь, там, 12. Вот такое что-то. И расписать на бумажечке, судя, вот, следуя вот этой логике. Вот весь алгоритм. Вот. И, судя по этому, следуя этому алгоритму, все это расписать на бумажечке, и, я думаю, вы поймете, как оно работает. Но в самом простом варианте реализации этой сортировки все сдвигается. Вот. Так вот, это у нас сортировка вставками. Чем отличается эта сортировка, скажем, от сортировки выборов? Время выполнения сортировки вставками зависит, главным образом, от исходного порядка ключей. То есть здесь есть зависимость от того, насколько массив упорядочен. То есть, опять-таки, если сравнивать дальше, то есть ли файл, ну, или массив большой, а ключи, под ключами подразумеваются те значения, которые мы сравниваем. Вот. А сами вот эти ключи упорядочены. Вот. То сортировка вставками выполняется быстро, а сортировка выбором медленно. Вот. Но эти все сравнения у меня есть в проекте номер 2. Вот. То есть это анимационная часть. А вот уже для более детального разбора вы можете перейти к этому проекту. И вот здесь напрямую, вот, три сортировки. Раз. Дальше можно их использовать. Как я их использовал? То есть я здесь сделал ряд тестов. Ну, вот это я запускать, наверное, не буду. Или давайте запущу, к примеру. Давайте запущу. То есть у меня есть три типа сортировок. И их по три реализации. Для чего это сделано? Ну, к примеру, вот сама сортировка. Каждая операция, сравнение и обмена, она обернута функцией. Для чего? А для того, чтобы продемонстрировать такие варианты. Когда операция сравнения занимает одно время, а операция перемещения, то есть в данном случае обмена двух значений, занимает другое время. То есть это бывает важно. Особенно, когда мы сортируем что-то на внешнем устройстве, либо же объекты большие. То есть в данном случае у нас большие объекты, а сами ключи небольшие. Есть еще лейджер С. Ну, это для сортировки пузырьком. В данном случае ключи большие, а объекты нет. Что это значит? Это значит, ключ большой, да? То есть это могут быть строки. Ну, вот, к примеру, опять-таки та же база данных, в которой там миллион элементов сложных типов, то есть структур и информация по автомобилям. Так вот, если ключом, к примеру, будет выступать целочисленное значение, номер, то это можно сравнить вот с вариантом. Сравнение будет выполняться быстро. Если же ключом будет выступать номер и не целочисленный, а просто строка, у которой все, ну, длина которой для всех номеров одинаковая, то время сравнения можно, ну, приблизительно, да, вот, вот просто сказать, что это вот такой вариант. То есть перемещение объектов будет, может быть, небольшим, то есть переместить их из одного места в другое, но вот сравнить ключ, это может быть достаточно длинная операция по времени. Вот, и здесь, соответственно, у меня три варианта. Да, то есть первый вариант, когда не учитывается, то есть когда мы просто сортируем массивы в памяти, и, и, и операции сравнения, и, вот, операции сравнения и операции перемещения, можно сказать, одинаковы по времени. Ну, второй вариант, это когда операции, операции сравнения гораздо меньше, в данном случае, там, грубо говоря, в 10 раз, чем операции перемещения. И третий вариант, когда операция сравнения 10 раз больше по времени, чем операция перемещения. Вот. Вот, 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 и для этого вот у меня тут понаписано куча, куча, там, тестов. То есть я просто вот это для примера запущу, но мы его рассматривать не будем, но он есть для того, чтобы вы, если желаете, сами там поигрались. Ну, давайте запустим первый, первый, просто сортировку пузырьков. Запускаем, и что у нас тут выдает? У нас тут выдает, у меня, вон, 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 по 5 тестов, по 4 тестов. И в данном случае массив не отсортированный, количество элементов 20 тысяч. В этом случае, как мы видим, сортировка произошла за 401 миллисекунду. Второй тест такого же массива, то есть он не отсортирован. Это означает, что первый элемент 20 тысяч, дальше 19 тысяч, 999, и вот, вот, самый худший вариант, когда он полностью отсортирован, но в обратном порядке. И вот там по 4 теста, да, то есть мы можем в среднее время прикинуть. Ну, и можете сравнить у себя, да, у меня в данном случае довольно-таки слабенький ноутбук, поэтому, поэтому у вас это может быть еще быстрее происходить. Дальше. Теперь смотрите, сортировка отсортированного массива. То есть смотрим, не отсортированный, к примеру, первый тест 401 миллисекунда, а отсортированный 216. Тут 382, тут 229. То есть можно среднее вычислить, и как мы видим, время сортировки массива полностью упорядочено, а в данном случае sorted, это означает у массива, который полностью отсортирован, его сортировать не надо. Но пузырьковая сортировка на это тратит, в моем случае, там 216 миллисекунд. Что не так уж и много, что даже не то, ну как, тут даже нельзя сказать, что в 2 раза больше времени тратится на не отсортированный, чем на сортированный массив. Вот, то есть в среднем тут, я не знаю, может в полтора раза меньше времени. Вот, ну и дальше тут тесты, 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 когда время сравнения меньше, чем время перемещения. Вот, к примеру, 298 миллисекунд было потрачено. Ну, в данном случае я сортирую 50 элементов, потому что если сортировал 20 тысяч, то было бы очень-очень долго. А где-то должны быть еще... Ладно, это не в этом разделе. Вот, а теперь, теперь, можно запустить и посмотреть детальный анализ, то есть не то, что детальный, а сравнение всех трех типов сортировок для одинаковых массивов. Вот мы запустим, ну и эти данные я уже сюда вынес. Но, но давайте все равно запустим. Итак, вот я запустил и сортируется 100 тысяч элементов. То есть, в данном случае пузырьковая сортировка сортирует 100 тысяч элементов. Время, ну в данном случае сравнение и перемещение там не важно. И вот, получили мы 9 секунд. Отсортированный массив уже в этом случае отсортировался, видите, в два раза, больше, чем в два раза быстрее. Вот. Далее. Теперь сортируется это все вот пузырьковая сортировка. Сортируется массив размерностью 200, 200 элементов. И время сравнения меньше, чем время перемещения. Смотрим. 200 элементов отсортировались за 4 и 6 секунды. Вот. Теперь сортируем отсортированный массив с таким же условием. Время сравнения меньше, чем время перемещения. А отсортированный массив, как мы видим, отсортировался за 1 и 3 секунды. То есть, 1300 миллисекунд. А теперь берем тот вариант, когда время сравнения больше, чем время перемещения. И не отсортированный массив отсортировался за 4 и 6 секунды. То есть, почти как вот здесь. А сортированный массив за 3 и 2 секунды. Так как время сравнения достаточно велико. соответственно сравнения все равно происходят в отсортированном массиве. Вот. В любом случае происходит. В этом же варианте, когда время сравнения очень маленькое, то в отсортированном массиве перемещений то есть не происходит. Соответственно и время выполнения достаточно быстро. Маленькое. Ну и точно так же по сортировке вставками и сортировка выбора. Но для ускорения времени я это все вынес. Вот такие краткие краткий обзор, да, итог. Теперь давайте посмотрим. Ну, особо на пузырьков сортировку смотреть не будем, потому что она практически во всем проигрывает. не отсортированный массив 8 секунд сортированный 3,3 хотя вот здесь 4,9 ну это такое. Дальше здесь 4,4 тут 1,3 тут 1,3 1,3 тут 4,4 в общем она можно сказать во всем проигрывает. То есть это простейшие сортировки. Сортировок еще много разных. Давайте посмотрим сортировку выбором и вставками. Смотрим если сравнение меньше чем перемещение то сортировка выбором работает быстрее всех. То есть это случай не отсортированного массива и случай сортированного массива. Грубо говоря вот в данном случае они почти одинаковые. Вот. Если брать для такой же вариант и для сортировки вставками ток то есть когда время сравнения меньше чем перемещения то не отсортированный массив в моем случае для 200 элементов занял 4,4 секунды. Сортированный же массив 57 миллисекунд. Вот. Но мы в основном же если мы сортируем то мы не знаем как упорядочен тот или иной массив или контейнер данных. Соответственно когда операция сравнения гораздо меньше операции перемещения то сортировка из этих трех сортировка выбора лучше всего. Вот. Теперь давайте посмотрим вариант когда операция сравнения то есть в данном случае этот ключ очень большой. Вот. И эта операция сравнения больше чем операция перемещения. вот. В данном случае что не отсортированный что отсортированный массив то есть заняло примерно одно и то же время для сортировки выбора. А вот для сортировки вставками это время поменьше. Хоть и не такая большая разница но поменьше. И я думаю вы должны понимать что если тут чем больше элементов будет тем больше будет разрыв. между вот этими вот данными. Вот. Соответственно когда операция сравнений большая а операция перемещения нет то из этих трех сортировок лучше выбирать сортировку вставками. Именно вот этот усовершенствованный вариант. Вот. Соответственно это все будет и вы уже можете для себя сделать какие-то выводы. Это раз. Во-вторых есть здесь все для того чтобы поиграться. Поиграться по передавать различные массивы по-своему упорядочить то есть может быть провести там 10 тестов подряд и каждый раз случайным образом заполнять массивы. То есть здесь играться можно и играться. Вот. И проводить анализ и делать для себя выбор. Но как написано в умных книгах для этих сортировок когда время сравнения меньше чем время перемещения сортировка выборкой лучше всего. Вот. Поэтому на сегодня все но в следующих видео которые будут касаться сортировок вы не думайте что сортировки закончились. Есть еще сортировка шела что там еще было сортировка быстрая сортировка по-разрядная сортировка пирамидальная сортировка какие еще было по-разрядной сказал сортировки слиянием дальше там есть параллельные сортировки в общем этих сортировок не так уж и мало как кажется вот и даже на примере вот этих трех элементарных типов сортировок мы уже могли увидеть что зависит от того не просто какие данные мы сортируем а еще зависит от того сколько стоит операции перемещения и сколько стоит операция сравнения все это все очень важно и и и что я могу сказать я могу порекомендовать две книги они у меня есть вот я бы порекомендовал еще третий набор книг которых у меня нет поэтому рекомендую то что у меня есть это алгоритмы на c++ роберта седжвика и алгоритмы построения и анализ то есть это авторы томас корман чарльз лейзерсон вот ну я думаю если google анете алгоритмы построения и анализ третье издание то 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 вам google даст правильный результат ну и кроме всего еще есть несколько томов кнута по алгоритмам и где-то в интернетах прочитал такой комментарий если в каких-то книгах но не кнута имеется ввиду нету каких-то алгоритмов которые не описаны кнутом точнее есть если в каких-то книгах вот вот так вот есть алгоритмы которые кнутом не описаны то это неправильные алгоритмы вот если же в каких-то книгах есть алгоритмы какие-то алгоритмы которые как бы описаны у кнута вот это не в типа неправильные книги ну что-то в этом роде то есть как бы у кнута описаны все возможные там алгоритмы анализ алгоритмов там и и т.д. и т.п. и больше никаких Каких других книжек типа нет. Но, как бы это такая шутка небольшая. Но в целом, в целом вот эта книга «Алгоритмы построения и анализ» довольно-таки толковая. И там много всяких есть. И не только сортировок, и графов, и поиска. Много. Она довольно толстая. У Роберта Седжвика тоже книга не маленькая. И тоже много всего по алгоритмам. Но у Роберта Седжвика еще есть коды, то есть примеры этих алгоритмов на языке C++. В той же книге, как бы общий на языке алгоритм. Без привязки к языку программирования. Соответственно, у кого есть возможность приобрести и есть время изучать, читать, то очень рекомендую. У кого же нет времени изучать, и нет возможности там приобрести, то когда-то в своих видео мы будем разбирать все эти алгоритмы. Это можно было бы делать быстрее, но очень немало времени съедает создание анимации. То есть оно не так уж и много на самом-то деле, но время это все написать. Это написать, там что-то вставить, скопировать, одну функцию, вторую, третью. Вот. То есть как бы трудоемкость не такая здесь уж и большая, а вот время сжирает немало. Вот. Поэтому, поэтому, но, но, поэтому. Уже ерунду какую-то говорю. Вот. Поэтому ждем новых видео. Вот. Что касается сортировок, их еще будет. И уже следующие сортировки, это они уже не будут называться элементарными или простыми. Это уже довольно где-то сложные алгоритмы, но они очень эффективны. То есть, к слову, в STL, насколько я помню, вот это STD sort, это у нас, здесь у нас тут sort, но нету, надо включить алгоритм. Вот. И, 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 STD. sort, и, насколько я помню, раньше применялась быстрая сортировка. Вот. Она, эта сортировка довольно-таки хорошо работает, и в среднем, и в среднем покрывает нужные задачи. То есть, выполняет, хорошо выполняет поставленные задачи по сортировке. Ну, когда же какие-то частные случаи, то уже собственноручно пишутся другие сортировки. Вот. Вот. И подробные анализы, математические анализы, тоже по сортировкам и по другим алгоритмам можно прочитать в этих книгах. То есть, там, то есть, вот это мой анализ, как бы, или мои сравнения, это, они не полностью соответствуют действительности. Они работают вот на этом моем компьютере. И при этих условиях. Вот. И, 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 как вы видели, я затормаживал, то есть, я добивался вот это время, время перемещения и сравнения простыми, простыми задержками в микросекундах. 10 и 100. Вот. То есть, эмулировал, как будто бы это тяжелые объекты. Вот. Поэтому, поэтому все. Поэтому, наверное, нудновато все получилось, но по-другому я не знаю, как рассказывать о алгоритмах. Ладно, все. Всем спасибо за внимание. Делимся, подписываемся. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова